Но для тех, кто предпочитает занятия спортом на открытом воздухе, наступили золотые дни. Да, в эти выходные в Тюмени открыли первый в городе сноуборд-парк. На постоянной основе подобная площадка есть только в Москве. И, кстати, у нас велось строительство под четким руководством специалиста из столицы. Подробности у Анастасии Нахрачевой. Две недели стройки, 2000 кубометров снега и 9 фигур, плюс несколько крутых склонов готовы. Протестировать трассу и заодно подсоревноваться в джибинге решились 20 спортсменов. Это как начинающие, так и профессиональные сноубордисты из Тюмени, Нефтьюганского, Уфы и Екатеринбурга. Самому юному, 14 лет. Оценить площадку приехал и специально приглашенный гость чемпион России по сноуборду Антон Мамаев. Для начинающих и для людей, которые хотят научиться каким-то новым трюкам, только просто выйти из дома, просто супер. Как для профессионалов, но он очень маленький, фигуры не те. Тем не менее, тюменским райдерам сноуборд-парк пришелся по душе. К слову, подобная площадка есть только в Москве, в парке Горького. Не думал, что просто такое сделают. И надеюсь, оно долго простоит, потому что хочется в этом сезоне, хотя бы до конца сезона именно прокататься здесь. Очень хорошо сделали для того, чтобы даже тем, кто в центре живет, не нужно ехать на Воронинские горки, сюда доехать быстрее. Идея построить такой парк пришла организаторам полгода назад, после открытия летней экстрим-площадки, разместившейся по соседству. Оценив, какой зимний экстремальный вид спорта более востребован в областной столице, остановились на сноуборде. Площадку устроил специалист из Москвы, за спиной которого огромный опыт строительства парков. То есть он соблюдал все госты, всю технику безопасности необходимую. Парк будет обслуживать стабильно. Вход на площадку свободный. Два раза в неделю для всех желающих будут проводиться бесплатные тренировки. Также в ближайшее время Союз экстремальных видов спорта пообещал привезти звезд сноуборда для проведения мастер-классов и показательных заездов.